Довольно трудно ответить на вопрос о том, что для вас человек, с которым прожита значительная часть жизни. Поэтому для меня, Лариса, как близкая коллега, соратник, сотрудник, человек, с которым можно было говорить на все всяческие темы. Нет простого ответа на этот вопрос. А как вы познакомились? Ну, мы познакомились довольно давно, в самый момент создания кафедры было это в 1972 году, в тот самый момент, когда я стал первым аспирантом, пока еще не созданной кафедры. Во всяком случае, приказ о моем зачислении в аспирантуру, как любит иногда рассказывать Галина Михайловна Андреева, вышел на пару месяцев раньше, чем приказ о создании кафедры. А Лариса Андреевна, она была ближайшей сотрудницей Галины Михайловны и была на философском факультете на кафедре методики конкретных социологических исследований. И одним из условий прихода Галины Михайловны на заведование кафедры социальной психологии сюда было продолжение сотрудничества с Ларисой Андреевной. Так что вот познакомились мы довольно давно. А может быть помните какое-то первое впечатление или из таких давних, того времени воспоминаний? Да. Нет, наверное, я сейчас не могу сказать, каким было именно первое впечатление, потому что длительность самого общения, но это уже срок совершенно несколько десятилетий, она наслаивала эти впечатления, и как нам с вами хорошо известно, в случае общения с хорошо знакомыми людьми, играют роль не столько первые, сколько все последующие впечатления это произошло и с Ларисой. Но, пожалуй, если вспоминать, наверное, некоторая нестандартность, вот то, что Лариса Андреевна всегда выламывалась из всех и всяческих норм и правил, я имею в виду и манеру поведения, и манеру одеваться, и манеру разговаривать, и манеру вести занятия, вот, пожалуй, это. Из первых впечатлений, наверное, все-таки из первых впечатлений, ее отзывчивость, вот, очень хорошая такая эмпатическая способность, желание, умение вникнуть в ситуацию, как-то прийти на помощь, это, пожалуй, из первых впечатлений, которые, они не были опрокинуты, как бы, последующим, последующей жизнью. Это все, наверное, много чего можно, конечно, говорить. Что такие какие-то яркие истории, может быть, вам помнится, хотелось бы о том рассказать? Вы понимаете, вот, Лариса, она была, мне довольно трудно говорить, что она была, потому что, сейчас вот мы заговорили, она как бы передо мной, ее образ, очень живым человеком, ее было всегда много, она видела многих, она умела дружить с многими людьми, и каких-то особенных таких, мы работали рядом, мы жили долгие годы, буквально через дорогу, поэтому их много, этих впечатлений. Ну, какие впечатления? Она, она отвратительно готовила, ну, или почти отвратительно готовила, ее сыроедение, по-моему, в значительной степени было связано с тем, что умение обрабатывать продукты термическим способом Бог как-то ей не сильно дал. Вот одно из первых впечатлений, я уж не помню, кто приезжал, кто-то из зарубежных коллег, и по тем временам как-то не сильно было принято ходить в рестораны, но это было что-то либо буржуазное, либо дорогое, либо какое-то непривычное образу жизни, и чаще всего мы встречали дома, ну, я имею в виду какое-то застолье, какая-то еда, вот одно из первых впечатлений, это дома у Ларисы, ну, это было уже на Юго-Западе, ее тогда еще совсем новой квартире, где она угощала лифтексами, пережаренными до такой степени, что проживать эту еду не было никакой возможности, но свежая морковка, а также пучки зелени компенсировали это, такое впечатление. Из первых, ну, это не первых, из таких довольно ярких впечатлений, это нелепость одежды, которую Лариса Андреевна, ну, во всяком случае, много лет тому назад, могла себе позволить, ну, поскольку, поскольку, я имею в виду какое-то несочетание цвета, формы, отсутствие стиля в том самом смысле, в котором о стиле говорят модельеры или дизайнеры одежды, но, поскольку она сама была крайне нестандартна, то это казалось каким-то естественным. Из ярких впечатлений, вот я вспоминал, когда мы ее в последний путь провожали уж потом, что вот есть какие-то, я не знаю, яркие ли они, но они такие уникальные. Вот больше нет человека, который подойдет в коридоре и мою тщательно приглаженную прическу, причем в галстуке, сомнет и скажет, надо внести какой-нибудь художественный беспорядок, возьмет, поцелует в присутствии там массы незнакомых людей, включая студентов, вот поблагодарит за что-то. Не знаю, из самых последних впечатлений, тоже вот яркие, само-то слово оно плывет. Мы говорим с ней по телефону, это уже незадолго до ее ухода. Она говорит, нет, ты не приезжай, я не хочу, чтобы ты не таким видишь, такой видишь. Ну, я немножко добавила, какой такой. Вы понимаете, когда так близко общаешься, очень трудно свою жизнь отрезать и сделать другого человека просто каким-то отстраненным объектом впечатления, потому что оно вплетено все время было. 433-70-19, я помню ее домашний телефон до конца жизни. Я не могу сказать, что я ей так часто звонил, но это постоянное ощущение того, что ты найдешь понимание, когда бы ты не позвонил. Ну, я понимал, что ей не надо звонить после 10 вечера, просто потому что она укладывала с байки. Но начиная с 8, ей можно было уже позвонить в любую минуту времени. Яркое впечатление об этом Галина Михайловна иногда любит рассказывать. Ларис, надо бы вот сделать это. Я сейчас бегаю. Лариса, можно позвонить по телефону. Нет, нет, нужен личный контакт. Были ли какие-то в жизни, может быть, сложные ситуации, когда Лариса Андреевна или вот ее слово, ее поддержку помогали вам? Я самодостаточный человек. И в принципе, как бы, то ли я это вытеснил, то ли я это на самом деле их не было. Я не помню каких-то таких вот конкретных случаев. Вот случилось что-то, я сломал ногу, и Петровская принесла мне чищенную морковку в больницу. И дело, пожалуй, даже не в этом. Хотя Лариса – это человек, который абсолютно был способен на такого сорта поступки, и сто процентов, что они были. Поэтому более важно, вот в общении с ней для меня была вот такая, как бы, презумпция отзывчивости, которой наделен этот человек. Отзывчивости непосредственной, то есть вот такой эмоциональной, иногда излишне аффективной, иногда даже аффектированной. Но более важно, чем, может быть, какие-то эпизоды, когда она реально поддержала, хотя я уверен, что они были, было вот это внутреннее ощущение возможности такой поддержки. Если вы понимаете, о чем я хочу сказать. Вот это, пожалуй, для меня было вот это очень важно. А у вас были какие-то общие проекты, Лариса? Ну, дело в том, что в первые годы жизни кафедры, когда она была крошечной, когда вопрос стоял о становлении, как бы в этой области знания, области практики, в разработке принципов обучения студентов в этой сфере. Эти контакты были очень плотными. Я не помню, у нас были какие-то, по-моему, совместные публикации, я этого не помню. И тоже важно даже не то, что там писали мы совместно или не писали. Хотя, по-моему, что-то было. Важна была атмосфера вот этого полного открытого диалога. Вот с ней мы обсуждали самые разные, все проблемы, включая там ее какие-то статьи, мои некоторые публикации. И, ну, может быть, поскольку времена были другие, количество этих публикаций было существенно меньше. Они имели такой какой-то событийный характер. Ну, может быть, вы знаете, ее кандидатская диссертация была посвящена проблематике конфликта. Мы очень много на эту тему говорили и обсуждали. И какие-то уж совсем старинные ее публикации. Я заинтересовался благодаря ей в какой-то степени этой проблемой. Я даже сегодня читаю о Порсу, ну и сегодня, и прошлое, и позапрошлый год на эту тему. И часто ее вспоминаю, потому что некоторые из ее тезисов как бы полностью разделяю. Так вот, пожалуй. Хотелось бы что-нибудь еще вспомнить, рассказать. А как в настоящем сейчас у вас в работе? Может быть, что-то вы привнесли, такое связанное с Ларисой Андреевной Петровской, вот в свою деятельность? Может быть, что-то используете как-то? Лариса очень целостно была человеком. И я уже не раз это сейчас сказал. Понимаете, я не могу сказать, что в плане попыток научной рефлексии меня очень волнуют какие-то из проблем, которые волновали ее долгие годы. Не могу этого сказать. И дело здесь, может быть, не в том, хотя бы было несколько моментов, когда мы пересекались достаточно плотно. Это не только проблематика конфликта, это некоторые общие вопросы социальной психологии. Долго с ней дискутировали там проблему структуры курса по социальной психологии, еще какие-то вопросы, проблематику личности социально-психологическую. Но дело не в этом. Вот если я чему-то научился у Ларисы, пожалуй, в широте взгляда на какую-то социально-психологическую проблематику. Когда я имею в виду широту взгляда, я имею в виду данное ей какое-то хабитусом, общим темпераментом умение, несмотря на философическое образование, несмотря на социологическое прошлое, которое, казалось бы, взывали пристальному вниманию к терминам, словам, понятиям. Она всегда обладала возможностью посмотреть на них со стороны. С разной стороны. Например, с житейской стороны. А что бы это могло значить, неважно даже что, интериоризация, обратная связь, идентификация или еще что-нибудь в живой непосредственной жизни. Поэтому, наверное, если я чему-то научился, я научился, пожалуй, тому, что наука – это не только слова, и не только понятийная некая сетка, которую мы накладываем на действительность. Это и та часть действительности, которая остается вне этой понятийной сетки. Которая врывается в эту понятийную сетку. Иногда ее взламывает. Вот какой-то широте взгляда, может быть, на социально-психологическую проблематику. Пожалуй, я во многом научился. Именно у Ларисы. Именно у Ларисы. Потому что многим нашим старшим товарищам свойственен такой подход систематизаторский, линеевский. Я бы сказал, вот все нужно расклассифицировать, все феномены разнести по определенным клеточкам, задаваемым там понятийными какими-то схемами. Вот Лариса умела немножко отойти. Мы с ней иногда спорили до хрепоты на эту тему. Потому что я по сей день считаю, что использование ею некоторых понятий, причем не только ею, это метафорический ряд в науке, он гораздо значительнее, чем принято полагать. Ну, потому что очень трудно давать четкие определения и так далее. Мы спорили с ней до хрепоты о содержании некоторых терминов. Но в этих спорах рождалось мое умение отойти от жестко данного определения и посмотреть шире, с другой стороны. Вот, пожалуй, это. Потом у Ларисы я научился... Тоже это такое очень общее умение. Она ведь очень философски грамотный человек была. И не случайно она была первым автором курса по истории, социальной психологии, которую мы читали для студентов кафедры. И вот такому вниманию к тому, что сходные проблематики или буквально о той же самой проблематике говорят наши братья-философы или историки, ну, может быть, чуть в меньшей степени, то есть представители неких других дисциплин, иначе схематизирующих эту реальность, но в конечном счете пытающихся понять ту же реальность, что и мы. Вот этому, может быть, я у нее научился. Я у нее научился некоторым приемом, ну, высоким штилем ораторского мастерства, попроще педагогического общения со студентами. Потому что она очень открытый человек, человек, который непосредственно интересовался тем, о том, что, собственно, в вашей тагаловке прозвенело от произношения очередной партии каких-то мудреных слов. И иногда это смущало. Но по-разному и студенты реагировали на преподавателя, который часть лекции мог прочесть, стоя на столе или на стуле. Я не могу сказать, что я как бы перенял именно этот конкретный прием, то есть я не читаю со стола. Но сама идея того, что значимость события, называемого лекцией или семинаром, то есть вот этого контакта со студентами, она не столько в том состоит, чтобы ты логически последовательно озвучил, развернул какую-то проблему, сколько в том, чтобы ты породил нечто вроде феномена незавершенного действия слушателей, который будет это достраивать, то есть оставить что-нибудь, крючочек, зацепку, в конечном счете ее позиция чтения со стола именно на это и была рассчитана. Выбить из привычного ритма, из колеи, из дистанции, из этой, заставить взглянуть как-то иначе на себя, на материал, о котором идет речь, на возможность его применения для решения проблем повседневной жизни. Вот это, пожалуй, то, чему я тоже научился у Ларисы. Мы с ней оба читали параллельно курсы по социальной психологии, я скажу, вечером, а на днем, или еще в каких-то там вариациях для разных курсов или разных факультетов, это были курсы абсолютно разные. Но и они остались разными. Я все равно существенно более академический психолог, нежели Лариса Андреевна. Но попытка выйти за рамки этого академизма как в содержании, так и в форме подачи материала это то, чему учился я у нее. А было ли что-то, скажем, какие-то у вас... Трения, конфликты? Нет, нет. Я имею в виду, например, изменила ли, например, Лариса Андреевна какие-то взгляды ваши жесткие установки, например, в жизни, может быть, было ли такое, что как-то поменяла взгляд... Вы имеете в виду психотерапевтический эффект, оказываемый Ларисой? Ну, он же не специфический, понимаете? Я уже сказал, что я, как вам сказать, не Олова Арфа, который отзывается на все и всяческие перемены. Поэтому в каком-то таком явном... Собственно, то, о чем я говорил, это и есть свидетельство некоторых изменений, которые произошли во мне и со мной. Если вы имеете в виду, занималась ли она со мной психотерапией? Нет. Нет. Как-то и повода не было, и предмета не было. Занимался ли я с ней психотерапией? Тоже, скорее, нет. Ну, разве что, если психотерапией называть какие-то дружеские беседы, советы, которые, конечно, тоже имеют терапевтический эффект, но все-таки, не будучи отлачиваемыми, не могут быть названы профессиональной психотерапевтической деятельностью? Нет. В этом смысле слова нет. Конечно, Лариса что-то изменила. Но я говорю, когда жизнь так переплетена, то траектория твоего существования так или иначе задается, в том числе и теми людьми, которые долгие годы рядом, близко, вместе. Вы говорили о том, что, возможно, возникали какие-то, на почве чего могли возникать между вами трения? Она достаточно аффектированный человек. Я не могу сказать, что я лишен эмоциональности в реакции или непосредственности. Она могла и любила громко говорить. Я могу и люблю громко говорить. Иногда возникали какие-то предметы, когда она не сильно стеснялась в выборе интонации. И я не очень стеснялся, когда у нас не совпадали взгляды, мнения или позиции. Но поскольку это все происходило на фоне какого-то внутреннего принятия, то не было искажения знака отношения человеческого друг к другу. Если же какие-то мыши начинали пробегать, то либо у меня, либо у нее хватало сил позвонить и сказать, я погорячился или я погорячилась. Не надо было бы. Были кое-какие моменты, когда я это говорил Ларисе Андреевне, и Лариса Андреевна говорила мне.